Друзья, привет! Вот и состоялась презентация Nothing Phone 2. И я спешу рассказать вам, чем компания в этот раз нас удивит. И удивит ли вообще? Каким получилось второе поколение одного из самых стильных Android смартфонов? Давайте разбираться. Я не просто отсмотрел презентацию, но и хорошенько покопался на официальном сайте. Так что об аппарате вы узнаете почти всё. Начинаем. Во-первых, отмечу саму презентацию. Длительность 30 минут. Карл Пэй вместе с Кейси Нейстодом. Формат блога, когда Кейси учит Карла, как сделать видео. Оригинально, необычно, быстро, незатянуто и точно интереснее презентации от тех же Google и OnePlus, которые сейчас максимально скучные. Пэй говорит, что Nothing не сдерживается рамками, а значит они могут делать всё, что захотят. Напомнил о дизайне наушников и первой версии Ничи Фона, который получил несколько наград. И вот теперь Nothing Phone 2. Компания поработала над глифами, камерой, производительностью, а также Nothing Phone выходит на рынок США. Ну что, давайте смотреть, что получилось. Во-первых, появилось больше глифов. Если честно, глифы в первом поколении лично для меня были чистой игрушкой. И на презентации об этом тоже сказали. Но дизайнеры не согласны. Они считают, что глифы реально полезны. И во втором поколении им добавили функциональности. Теперь вы можете отслеживать по ним таймер. А ещё полоса показывает в убере расстояние, которое осталось проехать водителю до вас. 33 отдельные глиф-зоны. 10 новых мелодий. Важные уведомления. Индикатор громкости. Глиф-фонарик. Счётчик зарядки. Расписание отхода ко сну. И прочее. Пэй говорит о множестве идей. Что ж, посмотрим, что из этого реально получится использовать в повседневной жизни. Далее дизайн. Спинка теперь чуть покатая. И, наверное, это самое заметное отличие. Окантовка камер немного изменилась. В целом на фото новинку распознать сложно. Но думаю, тактильно отличия будут заметны. При этом в компании утверждают, что они осознанно не хотят сильно изменять этот дизайн. Они хотят создать собственный стиль и вести его дальше. Стать узнаваемыми, чтобы люди ассоциировали компанию с таким дизайном. И думаю, это правильно. Тут я полностью согласен. Дизайн Nothing точно не надоел. И он по-прежнему выделяется среди общей массы. При этом улучшена текстура. Обработано аж 54 прототипа. Обещано, что мы заметим это при живом знакомстве. Габариты выросли совсем незначительно. Nothing Phone 2 имеет дисплей диагональю 6,7 дюйма против 6,55 у первой версии. Вес 202 грамма. Толщина 8,6 миллиметра. Типичные на сегодня размеры. Но, во-первых, разница в общих габаритах от первого поколения на самом деле невелика. А плюс к этому, возможно, держать телефон станет даже удобнее. Так как стекло теперь покатое, по идее в руке он должен стать немного удобнее. Чуть изменился цвет. Вместо черного теперь темно-серый. Сказано, что ради того, чтобы подчеркнуть глифы. Помимо этого есть и нарядная белая версия. Ее, я думаю, вы с метро точно не отличите от предшественника. Рамки спереди с виду особо не изменились, но руководитель компании Carl Pay сказал, что они стали тоньше. Пока поверим на слово. И обязательно проверим. Экран LTPO от 1 до 120 Гц. Есть поддержка 10 бит и HDR 10+. Разрешение 2412 на 1080 точек. То есть Full HD+. Частота сенсорного слоя 240 Гц. Яркость 1000 нит в обычном режиме и 1600 в HDR. Вполне хороший показатель. О стекле написано лишь, что и спереди и сзади корнинг горилла. Далее железо. Чип Snapdragon 8 Plus Gen 1. Оперативки 8 или 12 ГБ. Тип неизвестен. Постоянный 128, 256 или 512. Слот под симки двойной, без поддержки карт памяти. Звук стерео, а влагозащита IP54. Неполноценная. Аккумулятор на 4700 мАч. Проводная зарядка выросла с 33 до 45 Вт. Обещают 0,100 за 55 минут. Беспроводная осталась прежней на 15 Вт. И обратная на 5 Вт. Тут все как у Nothing Phone 1. В комплекте блока питания естественно нет. Только кабель Type-C Type-C. Сканер отпечатка пальцев подэкранный. Камера также обновилась. Ипэй утверждает, что Nothing Phone реально способен конкурировать с флагманами в этом плане. Основная на 50 Мп. Sony IMX 890. С f1.88 и оптостабом. Ультраширик Samsung JN1. На 50 Мп с f2.2. И углом 114 градусов. По идее она идентична ультраширику на первом ничифоне. Который кстати имел автофокус. И был неплох. Фронталка теперь на 32 Мп против 16. Запись видео максимум 1080p 60fps. Видеосъемка же на основную камеру вплоть до 4К 60fps. По беспроводным интерфейсам. Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 и поддержка 5G. Далее интерфейс. В компании говорят, что последние годы он становится слишком перегруженным. И пытаются его упростить. По сути это примерно то, что пытается сделать Google со своими монохромными иконками. И в Nothing хотят сделать это лучше. Поработать над всеми иконками. Над виджетами. Чтобы это смотрелось реально органично. А не как в пиксель лаунчере. Что ж, посмотрим. Пока я не уверен, что это будет удобно. Есть ощущение, что иконки будут сливаться. И распознать их будет сложнее. Но попробовать хочется. Ну и собственно, это все. Ах да. Цена и начало продаж. Старт 13 июля в Лондоне и Нью-Йорке. Цена 600 долларов за базовую версию. Итак, что можно сказать. Тут по традиции ставьте видео на паузу и пишите свое мнение. Удачное ли вышло обновление? Я считаю, Nothing Phone точно стал лучше. Да тут нет 8 Gen 2. Но 8 Plus Gen 1 это прекрасный чип. Если это помогло снизить стоимость, пожалуйста. Первому ничи фону слегка не хватало мощности чипа. Думаю, тут все должно быть прекрасно. Экран LTPO стал ярче. Скорость зарядки увеличилась. Обновилась основная и фронтальные камеры. По идее, эргономика тоже должна была быть улучшена. Стоит ли это 600 баксов? Я считаю, вполне. И хочу поскорее раздобыть аппарат на тест. Чего лично мне не хватает? Ну, наверное, полноценной влагозащиты бы добавить не помешало. Ну и съемка 4К-видео на фронталку. Кому-то это необходимо. В остальном, наверное, меня все устраивает. Теперь жду вас в комментариях. Можете также посмотреть обзор горяченького OnePlus Nord 3 или сравнение Pixel 7a и Poco F5 Pro. Подписывайтесь на канал и до скорого.